В этом видео я покажу вам 50 копеек 1992 года, которые продались более чем за 2000 гривен. Если это интересно, продолжайте смотреть. Друзья, у меня есть инстаграм, в который попадают видеоролики, фотографии, очень интересные, эксклюзивные, которые не всегда выкладываю на ютуб, на свой основной канал, фартовый коллекционер или сюда. Поэтому переходите ко мне в инстаграм, подписывайтесь. Также у меня есть группа в фейсбуке, возможно, стоит туда уже выставлять монеты и ваш антиквариат. Не знаю, предлагайте ваши идеи, стоит ли запустить площадку, платформу для выкладывания ваших лотов. Так что, если да, то ссылочка на фейсбук также будет в описании, мы такое сделаем. Итак, давайте перейдем к монете. Это 50 копеек 1992 года, фальшак. Чуть дальше я покажу вам разновидности всех фальшаков, которые мне удалось найти в интернете. Мы видим, что она была выставлена на сайте Виолити. С 200 гривен была стартовая цена 27 числа. И действительно, это интересная разновидность фальшака. Я таких еще не видел. И она набрала 2227 гривен. Я разновидности чуть дальше покажу. Так что смотрите внимательно. Мы видим, что реально было сделано 49 ставок. 36 человек следило за лотом. Но это, кстати, немного. Обычно, если заказывать рекламу на лот, то гораздо больше. Там 100-200 человек. И на самом деле, тысяча человек может следить за вашим лотом. И вот этот фальшак. Он очень-очень грубо сделан. Возможно, вообще вручную вырезался. И зачем такие фальшаки делали, как вы думаете? Конечно, они делались не просто так, чтобы положить в коллекцию и так далее. В те далекие годы, в 1996 году, 50 копеек. Это были реальные деньги. Курс доллара был фактически 2 гривны за 1 доллар. И можно было реально обменять или купить что-то за такие деньги. Конечно, визуально здесь фальшак очень-очень грубый. И я не знаю, насколько можно его было кому-то впарить. Но, как видим, он дошел до наших дней. Вот в таком формате, в таком состоянии существовало много разновидностей фальшаков. Вы их чуть дальше увидите. Но и они делались не в единичном экземпляре. Понятное дело, что в единичном экземпляре фальшак не интересен. А они делались массово, чтобы можно было их на этом зарабатывать. Вот такой разновидности фальшаков я не видел раньше. И, скорее всего, поэтому он набрал такую вот уникальную ставку. Бывает, что зацепится несколько людей, которые хотят себе конкретную вещь в торгах. И потом цена была просто космическая. Ну что, вот такой вот фальшак. Мы видим, где он был у нас в Запорожье выставлен, найден. И давайте теперь перейдем, посмотрим небольшую статью про другие варианты фальшаков. Ну что ж, давайте, поехали. Хочу показать вам интересную статью, которую вот мне скинули коллеги в Viber. Значит, здесь рассказывается про фальшивые монеты Украины номиналом 50 копеек, 25 копеек и даже 1 гривна. Вот такая вот статейка появилась. Спасибо большое автору. К сожалению, не знаю конкретно, кто был составителем и человеком, который подобрал данные фотографии. Но огромный привет, если вы знаете этого человека, передайте, пожалуйста, ему. Фальшивые монеты несуществующих годов. Это вот такая подборочка. Они выставлялись на форумах, на аукционах. Можно было встретить. Конечно же, в 91 году не было у нас 50 копеек. И они были начеканены все с 92 года. Хоть денежная реформа у нас произошла гораздо позже. Можем видеть, что отличаются они тем, что происходит какая-то имитация штампа, имитация калины, ягод калины. Всегда они немножко затертые, не такие, как оригинальные монеты, не соответствуют. Ну, довольно кривые. Кстати, здесь даже, видите, какие-то небольшие даже точки есть. Вот. Всегда можно даже по сочетанию штампелей и по гурту увидеть, что эта монета не оригинальная. Бывают литые монеты из олова. 50 копеек. Я на своем канале показывал, какие у меня были фальшерки. Зайдите по ссылке в описании. Также будет ссылочка на мой обзор монет, который у меня есть в коллекции. Вот, гляньте, тут даже белый мягкий металл может быть. Вот такими имитацией и подделками. Имитация Италия. Тут даже, видите, я так понял, идет смещение в градусах, да, то есть. 94 год. Кстати, сделаны некоторые фальшаки. Мне прям очень нравится, как они красиво сделаны. Я себе хотел бы положить какие-то из них в коллекцию. Гладкий гурт, видите. И они действительно встречаются. Довольно много их было запущено в оборот. То есть они действительно встречаются. Вот прикольно сделано. Кстати, мне нравится такая монетка. Кого-то лежит в коллекции. Все это 50 копеечные монеты. Гляньте. Это прям очень качественно сделано. Какой гурт, посмотрите. Мало ли, скорее всего, это как производство на каких-то таких полупрофессиональных станках. Чеканились такие прям и гуртильные станки профессиональные использовались. Так прям качественно сделать. И это же делалось не одна монета. Это делалось тираж, чтобы заработать. В ущербообращении эти монеты делались. Так же, как мы знаем, монеты 50 копеек с улыбкой. Донецкий фальшак, так называемый. Они тиражами огромными могли выходить. Не думаю, что это одна-две монеты делалось. Вот у нас другой металл свинцовый. 5 копеек фальшаков не часто встречаются. И я думаю, не было резона их просто, собственно, делать. 25 копеечные. Возможно, какие-то из них делались просто для себя, для того, чтобы положить в коллекцию или продать нумизмату какому-то. Такие смысла я не вижу для делать, для обращения. Хотя, если производство позволяет. Вот такая подборочка монет у нас фальшивых. Диноминалом 50 копеек, 25 и 1 гривна. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Хочу сказать, что подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, чтобы мы были с вами на связи. Я выкладываю там интересные фальшаки и редкие монеты. И списки тех монет, и таблицы тех редких монет Украины, которые стоят. Деньги, которые стоит искать. И так же я их покупаю к себе в коллекцию. Подпишитесь, пожалуйста, на мой основной канал. И, конечно же, здесь ссылочка на фартовый коллекционер будет в описании. И сейчас в подсказке. Друзья, всем хорошего настроения. И пока-пока.